Вот, кстати, Консерватив Вэй прислал опять донат с вопросом как раз к вам. Как Ежи относятся к теории великого замещения? Насколько вероятно то, что Европу в 22 веке будут населять в основном потомки мигрантов и чернокожих, а коренное европейское население будет жить в небольших укрепленных анклавах с дотами и пулеметами? Насколько вероятно то, что русские в России станут меньшинством, сдав первенство узбекам и таджикам? Ну, скажем так, в обозримой исторической перспективе, то есть если мы рассматриваем ситуацию, не знаю, в ближайших 5-10 лет, наверное, этого не произойдет. Ну, 5-10, да? Но если мы рассматриваем более далекую историческую перспективу, то я предполагаю, что это вполне возможно, и этническое замещение в том или ином виде, оно происходит, да? То есть, опять-таки, тут разные подходы могут быть, да? Типа это там воля заговора каких-то там сил внешних, там, мировое правительство, комитет 300, там, или еще что-то. Или это вот то, что, ну, как бы плюс-минус без мирового правительства, оно как бы происходит, да? Потому что вот такое-то миграционное законодательство выработано в разных странах, такие-то там, не знаю, паттерны поведения, там, самоуничижение, отказ от собственной культуры и так далее. С одной стороны, у одних популяций, и с другой стороны, наоборот, отдельные другие популяции, они, наоборот, концентрируются вокруг собственного какого-то там этнического религиозного ядра, и поэтому вот, собственно, происходит изменение там с пропорцией автохтонного населения и пришлых мигрантов, которые лучше там, значит, размножаются, консолидируются, имеют более высокий индекс там фертильности и прочее, прочее, прочее. Так что, да, насколько я понимаю, в силу последних событий, да, и процессов, которые в России происходят, доля этнически русских, она упала с 80 на 70 процентов. Опять-таки, я не знаю, насколько это верно, эта статистика, но, по крайней мере, где-то об этом, в том числе, мои слушатели писали. Относительно Европы, там тоже, да, печальная ситуация в плане, вот именно, да, мигрантов и того, что меняется, в том числе, этноконфессиональная карта современной Европы. И в перспективе, да, возможно, это даже приведет к масштабным гражданским конфликтам между потомками автохтонного населения и потомками мигрантов, либо между носителями разных ценностей, среди которых будут и те, и другие. И, в конце концов, да, действительно, все может прийти вот именно к тому, о чем написал автор нашего вопроса, на который мы отвечаем, и, на мой взгляд, это, конечно, печально очень. Ну, мы вот с Александром вносим посильный вклад в, значит, этническое замещение, мы ассимилируем восточных женщин, как бы, монголок, татарок, видите. Либо они ассимилируют нас. Ну, да. Не, ну, подождите, вы же не мусульманин, вы католик, и жена, наверное, у вас тоже католичка, поэтому... Да, конечно. Все нормально, все хорошо. Так что это, как бы, ответная такая реакция, конечно, происходит. Есть же такой блогер, Олд Фишер, который рассказывает, как тяжело жить русачкам. Русачкам — это, типа, русские? Это все мужчины белые постсоветского пространства. Белорусы, украинцы и русские. То, что... Как это звучит уничижительно? Ну, это такое полууничижительное, полупоучительное, наверное. То есть, он сам себя русачком считает и говорит о том, что шерстистые нас вытесняют. Вот, то есть... Кто притесняет? Шерстистые нас вытесняют, то есть нас русачков. Потому что русские дамы предпочитают шерстистых, то есть кавказцев. Похоже на риторику Артема Рычкова. Ну, он, скорее всего, и взял ее от... У него... Большая часть сексуальных фантазий как раз Артема Рычкова, они на тему того, как его притесняют шерстистые. Ну, это 100% тогда знакомство с Олд Фишером. Короче, мы осуждаем ксенофобскую терминологию, значит. Значит, один-один-один отправил нам сообщение, спасибо большое. Ежи, как вам идея рунационалиста Познякова массово заселять РФ казашками и прочими азиатками, чтобы создать сверхнацию, так как славянские девушки себя дискредитировали. Славянин плюс казашка равно уберус. Ну, мне кажется, он просто троллит девушек, которые, значит, что-то подобное исповедуют, но, значит, в ином соотношении, значит, этнических групп и соотношении с полом. А так, ну, вообще, да, я мог бы, не знаю, сказать, что это у меня идея украдена, идея строительства казашка-провода и прочее. Артем Рычков передает, попросил вам передать, что он больше по женскому доминированию. Скажите это Сармату, а то он в своем чате не прочитает. Что-то я не помню женского доминирования в фильме «Хрусталев машину» в знаменитой сцене с автозаком. По-моему, там не было женщин, Артем. И в подкастах про, значит, опущенных, в что-то там тоже, по-моему, без женского тепла как-то все обошлось. Насчет пар «Славянин плюс казашка» ничего не имею против, зачастую красивые дети получаются. И, как бы, ну, я опять-таки смутно представляю, кто такой Позняков, но вот сами казашки зачастую в ТикТоке, они занимаются как бы целенаправленной пропагандой, как бы направлены на это. Вот, там есть очень интересные ролики, значит, я небольшой любитель ТикТока, но в целом, как бы, то, что я видел, мне понравилось. Вот, так что, да, казашки рулят. Спасибо.